Проголосовать и внести изменения. В Сургуте начинаются общественные обсуждения схемы организации обслуживания населения общественным транспортом. Жителям города предлагают выбрать наиболее приемлемый вариант. Как и по каким улицам будут курсировать автобусы? Где можно опубликовать свое мнение и во сколько обойдется реформа? Выяснил Дмитрий Круковец. Ежедневно в Сургуте общественным транспортом пользуются порядка 50 тысяч человек. Пассажиропоток в год составляет около 18 миллионов людей. Перевозит техника в 8 транспортных предприятий. Каждый день 226 автобусов курсируют по 48 маршрутам. За последние годы они, если и менялись, то незначительно, в то время как город рос и развивался. Запросы людей совершенно стали меняться. Это касается организации велосипедного движения. Зона такого активного отдыха пешеходного. Мы говорим сейчас о пешеходной доступности. Это действительно сейчас актуально и очень актуально у нас. Все дороги, которые сейчас на сегодняшний день проектируются и строятся и в Сургуте, и в целом по округу, они действительно соответствуют вот этим новым стандартам, новым запросам населения. Наша задача продолжать это делать. И вторая задача – это то, что уже имею, и реконструировать. Реформа общественного транспорта обещает быть многогранной. Новую схему разработала специализированная компания из Санкт-Петербурга. Эксперты предложили три сценария. Каждый предполагает различные вариации. Как числа маршрутов, так и направлений, по которым будут курсировать автобусы. Однако, не обошлось без «но». Какие бы ни были профессиональные, коэффициентные люди, которые пришли извне, самое важное – это, конечно, то, что наши жители общают, будем говорить, сами. И для нас организация вот такого общественного мнения, в принципе, была самая главная по организации дорожного движения. Власти города просят жителей внимательно отнестись к опросу. Новая схема движения общественного транспорта разрабатывается в первую очередь для пассажиров, поэтому важно не только поставить галочку напротив одного из трех вариантов, но и предложить свои идеи. В конечном итоге будет только плюс. Как по количеству транспорта, так и по маршрутам. Дублирующие маршруты, которые у нас сейчас дублируются частными перевозчиками, да, то есть маршрутками, или маршруты, которые просто дублируются, мы, конечно же, попытаемся отказаться от этих вещей. Обсуждается возможность создания единого оператора. Его задача – точечно выделять средства на поддержку автобусов на тех маршрутах, где услуги по перевозке убыточны. Но уже в ближайшей перспективе весь транспорт будет получать дотации от муниципалитета. На короткосрочный период были предложены перевод маршрутов с нерегулируемых тарифов на регулируемые тарифы. То есть у нас на 23-й год переводится 8 маршрутов, на 24-й, 6-й, на 25-й год оставшиеся маршруты переводятся на регулируемые тарифы. Соответственно, все маршруты у нас будут работать по регулируемому тарифу. Однако со временем, предполагают разработчики и кураторы в городской мэрии, пассажиропоток позволит перевозчикам выйти на самоокупаемость. Себестоимость поездки, она достаточно приличная. Прибыль от поездки, она может быть достигнута только лишь объемом. И вот как раз это ровно то, о чем вы говорите. Наша задача сделать все, чтобы у наших жителей было желание и возможность добраться из точки А в точку Б на общественном транспорте. В комплексной схеме разработчики предусмотрели появление новых дорог и жилых кварталов. Их также охватили автобусным сообщением. Благотворно на перевозке должно повлиять и строительство автовокзала. Зависит от того, как будет развиваться улично-дорожная сеть. Если улица Усольцева, должна улица Усольцева построиться, соответственно, это улучшит ситуацию с учетом строительства автовокзала. Если будет у нас построиться автовокзал, а строительство улицы Усольцева затянется, запланируется на долгосрочную перспективу, то пока эта ситуация ухудшится. Перед тем, как все станет хорошо, придется потратиться на обновление подвижного состава в течение трех лет нужно от 8 до 9 миллиардов рублей. Серьезные суммы требуются на остановочные павильоны, создание выделенной полосы, автоматизированную систему управления дорожным движением. Часть инвестиций планируется привлечь по государственным программам, остальное по партнерским соглашениям плюс бюджетное сигнование. Конечный срок реализации всей дорожной карты – 2035 год. Свою поддержку и предложения о предлагаемых схемах жители Сургута могут высказать до 2 марта на специально созданном сайте. Дмитрий Круковец, Владимир Федоров, Сургут Интерновости.